Друзья, всем привет! Я превентивный психолог Алена с юмором из души в душу. Сегодня говорим о серьезных таких моментах. Я всегда говорю о серьезных моментах с юмором. Почему? Ну, без этого достаточно сложно жить. Сегодня про артриты, артрозы. У меня, кстати, в 20-25 лет была вся эта история. И знаете, вообще это проходимо. И не важно, сколько вам лет, 70, 20 или 55, есть вещи, которые на это могут повлиять. Первое – это уровень стресса. Гормон кортизола разрушает очень много, об этом я снимала. Но есть и другие вещи, которые очень влияют на, грубо говоря, такие проявления. Я использую нетрадиционные способы, грубо говоря, я против сразу каких-то вмешательств, если это уже не крайняя какая-то история. Питательные вещества, которые важны, важные соединения, которые борются с воспалением, уменьшают болевые ощущения. Это каркума, имбирь, грецкие орехи, гранат, источники витамина Е и витамины группы В, селин и источники коллагена. Сразу вода. Воду я бы вообще здесь поставила на первое место, потому что болезненность, отечность и другие вещи зависят от чистой воды и привычки пить чистую воду. Следующий момент – артриты, артрозы бывают на почве стресса, как я сказала. И здесь кроется такой момент – хроническое воспаление, бывает еще и раздражение иммунной системы, то есть аутоиммунные какие-то состояния. В общем, иммунитет, грубо говоря, ослаблен. Гормональный дисбаланс этот тоже влияет, и это можно исправить путем тех питательных веществ, которые я назвала противовоспалительный рацион. Сахар сразу убрать, аспартам, алкоголь, системная нагрузка на печень ослабляет ее, и это тоже влияет немало. Глютен, казеин можно тестировать, но я бы не тестировала, если у вас проблемы с суставами, я бы вообще это сразу убрала. Насыщенные жиры считают, что просто надо знать меру, но тут у некоторых переизбыток мяса, мы знаем, что мясо в цикле мочевины, по-моему, в аммиак превращается, избыточный аммиак тоже токсичен. Ну, это же просто, да, грубо говоря, самая интоксикация происходит. Мучное, рафинированные углеводы, продукты с высоким гликемическим индексом. Почему люди бесконечно лечат суставы и берут палки? Потому что они любят вкусно есть. Особенно, особенно, ну, я об этом говорила. И во что бы то ни было, вам нужна активность. Все исследования говорят о том, что гиподинамия просто влияет очень сильно на вас. Поэтому старайтесь себя поддерживать любыми доступными способами. Подписывайтесь на мой YouTube, на телегу с Аленой. 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 Продолжение следует...